МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Демографический пакет. Какие инициативы президента страны должны помочь увеличить рождаемость? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остановить рост. Как в республике стабилизируют цены на хлебобулочные продукты? Мужчинам на заметку в теплицах республики к празднику вырастили тысячи тюльпанов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Промышленный экспорт – один из ключевых проектов российской экономики. О механизме его реализации в стране сегодня рассказал заместитель председателя правительства страны Дмитрий Казак. Во всероссийском селекторном совещании принял участие глава Чувашия. Федеральный проект «Промышленный экспорт» реализуется как часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основная цель – повысить конкурентоспособность таких секторов нашей экономики, как сельское хозяйство и промышленность. Чтобы спрос на эту продукцию был не только внутри страны, но и на мировом рынке. Амбициозная задача, решить которую не так-то просто. Для этого создается специальная корпоративная программа. С ее помощью должна повыситься эффективность реального сектора экономики со всеми вытекающими последствиями. Созданием высокотехнологичных доходных рабочих мест, повышением производительности труда, наращиванием экономического потенциала субъектов страны. Нарешение этой задачи из федерального бюджета на период 2019-2024 направляется только на промышленный экспорт 422 миллиарда рублей, в том числе на реализацию корпоративных программ, на поддержку корпоративных программ, повышение конкурентоспособности 361 миллиард рублей. Поддержка будет оказываться в форме субсидирования процентных стран по коммерческим кредитам, на реализацию инвестиционных программ, по созданию высокотехнологичных экспортно-ориентированных производств, а также на финансирование экспортных кредитов. Все это в конечном итоге должно привести к технологической независимости нашей страны, отметил Дмитрий Казак. Министерство экономического развития Чувашии уже запускает проект по повышению конкурентоспособности предприятий Чувашии. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Перспективы хлебопекарной отрасли и ценовую политику на продукты питания обсуждали сегодня на одном из чуваксарских заводов. Предприятие с рабочим визитом посетил глава Чувашии. Какие задачи стоят перед производителями? Подробности у Дмитрия Ковалева. Источник питания для человека – это хлеб. Вот и все. А другого я не признаю, например. Кроме вот этого хлеба с смешанной валки, подового, лучше ничего нет для нормального питания для человека. На правах гостеприимной хозяйки руководитель комбината Елена Бадаева первым делом пригласила продегустировать новинки. Работники завода – виртуозы пекарного дела. Здесь начали выпускать хлеб и батоны с ягодами, сухофруктами, хмелем и топинамбуром. Заказываем порошок, посыпают. Специально люди выращивают в Краснодарском крае. Я сама вот пробовала, уже неделю питаюсь. Для меня вот прям отлично, для кишечника прекрасное питание. Новые сорта пока экзотика и только начинают свой путь на прилавки магазинов. Большим спросом сейчас пользуются баранки. Эту продукцию поставляют и за пределы региона. На голодный желудок в эти цеха лучше не приходить. Аромат свежего хлеба неповторим. Многое зависит от того, каким способом работники завода готовят тесто. Мы на опарах работаем, по старому методу. А завод построен по прогрессивному методу, безопарный способ. И если рецепты заготовки теста остаются неизменными, то технологии прогрессируют. В прошлом году цеха завода модернизировали. Вот эта линия механизированная. Тут человеческих рук вообще нету, кроме как на укладке. На прилавке сразу из печи. За сутки на заводе производят более 40 тонн продукции. Нашей съемочной группе глава республики признался, что предпочитает только сорта черного хлеба. Пользу такого хлеба доказывают медики. Михаил Игнатьев отметил, что молодежи необходимо прививать к культуру питания. Самые полезные микроэлементы – это только черный хлеб. Мы другом продукте просто не найдем. Низкий вам поклон и всем труженицам. Вы настоящие патриоты. Я сейчас вижу, тесто даже нигде не прилипает без муки, без ничего. Это же технология. Одна из самых обсуждаемых тем – стабилизация цен на хлеб. Его стоимость напрямую зависит от поставщиков зерна. Сегодня пшеница третьего класса стоит примерно 13 500 рублей. Цены высокие. В основном из-за большого спроса. Сельхозпроизводителям нужны цены выше на пшеницу. В то же время населению, горожанам и так далее нужно, чтобы на полках хлеб стоил дешевле. Мы все это понимаем и максимально делаем для того, чтобы этот баланс сохранить. Цены на муку сегодня в Приложском федеральном округе. По ценам на муку Чувашия занимает второе место. То есть у нас дешевле после Татарстана. Сейчас отмечают в Минсельхозе в республике цены на ходовые сорта хлеба – одни из самых низких. Чтобы не допустить большого роста стоимости продукта, мухомолам оказывают поддержку. Для того, чтобы уменьшить себестоимость муки, сегодня принято решение с республиканского бюджета субсидировать процентные ставки Чуваш-хлебопродукту. Они взяли 100 миллионов рублей в кредит, но кредитный портфель в целом у них еще больше. Из госрезерва они выкупили пшеницу третьего класса. И по прогнозам, в ближайшее время цельники на хлеб не вырастут, отмечают эксперты. Производители могут рассчитывать и на субсидии фонда развития промышленности. Нам важно создать рабочие места для самореализации молодежи, для того, чтобы те товары, те продукты питания, которые еще, может быть, не на таком уровне и не такого ассортимента, чтобы появлялись. Вот сегодня тоже посмотрели, можно сказать простыми словами, диетические продукты питания в данном хлебозаводе, которые очень полезны с точки зрения медицины для организма человека. В условиях конкуренции на первый план выходит качество продуктов и приемлемые цены. Соблюсти этот баланс – приоритетная задача. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков, Республика. Обманутые дольщики в скором времени – это понятие исчезнет из обихода. Приобретая квартиру на стадии строительства, дольщик отдает свои деньги не напрямую застройщику, а банку, который создает эскроу-счет строящегося дома. А пока жилье не сдадут в эксплуатацию, средства будут храниться. В случае отклонения от сроков в полном объеме вернутся покупатели. Готовность к переходу на эскроу-счета обсуждали сегодня руководители строительных организаций и банков на совещании в Доме правительства. День Х – 1 июля. С этого дня по всей стране начнет действовать новая система. Сейчас идет подготовительная работа. Банки прорабатывают систему выдачи кредитов застройщикам, те в свою очередь рассматривают предложения различных кредиторов. К слову, сегодня в России 62 банка имеют право на открытие счетов эскроу, в Чувашии их 11. Две организации уже начали работу по проектному финансированию. Из застройщиков по этой системе работают три компании, и около 20 подали заявки. Важно подчеркнуть, изменения в законодательстве не отменяют программы государственной поддержки. Объем запланированных на 2019 год бюджетных инвестиций в строительную отрасль окажет существенную поддержку строительным организациям в условиях перехода на эскроу-счета. В бюджете республики заложено 16,1 миллиард рублей. Из общего объема средств на реализацию жилищных программ будет направлено 2 миллиарда рублей, в результате которых улучшит жилищные условия 4,1 тысяча семей республики. Это и молодые семьи, это ветераны, это ветераны боевых действий, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В своем ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил основные меры поддержки семей с детьми. В новом демографическом пакете расширение круга получателей выплат при рождении первого и второго ребенка, увеличение пособий по уходу за детьми-инвалидами, снижение налоговой нагрузки и многое другое. Эти меры в конечном итоге должны помочь увеличить рождаемость в стране. Двойняшки Катя и Кристина в ожидании встречи с братьями. В семье Хлеуловых вторая двойня. В конце февраля у Александра и Надежды родились сыновья – Вадим и Константин. Мы когда первую выписывали с первой двойней девочками, нам сказали, приходите еще за мальчиками. Мы пришли, мы сдержали. Тут даже в роддоме врачи удивляются. Выговорит, у нас удивительная женщина, что не путем ЭКО, а естественно сами. Причем в роду ни у кого не было. То есть и ни у мужа, ни у меня. Или молчат все, как партизаны. Мы лежали в отделении новорожденных, недоношенных. И там большое спасибо, конечно, всем медсестрам. Очень прекрасный там врач-неанатолог Пчеленцева Елена Алексеевна. То есть она к деткам, как к своим, наверное, относилась там. В президентском перинатальном центре двойню выхаживали почти две недели. Мальчики стали быстро прибавлять в весе и сейчас чувствуют себя хорошо. У нас выхаживаются дети где-то от 500 грамм. Но эти детишки были довольно-таки крупненькие, поэтому они у нас недолго лежали. А так вообще у нас дети довольно… А как себя чувствуют у малышей? Малыши себя хорошо чувствуют. Теперь заботиться о двойне будут и старшие сестры, и многочисленные родственники. Рядом живем, в соседнем подъезде они тоже квартиру купили. И туда-сюда бегаем. Так что они очень рады этому тоже. И я уже очень рада, что я всегда… Ну, я такая всегда рада помочь всем. Помогают таким семьям и государства. При этом особые меры поддержки предусмотрены как раз для многодетных. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно напрямую с федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется задним числом, с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Кроме этого, предполагается и снижение налогов для многодетных семей. Президент предложил простой принцип – больше детей, меньше налог. Планируется предоставление налоговых льгот для многодетных семей на недвижимое имущество. По предварительным расчетам в Чувашии льготами могут воспользоваться порядка 13 тысяч многодетных семей. Пациенты из десятков регионов страны и больше 5000 операций в год Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чуваксарах исполнилось 10 лет. За 10 лет работы в Федеральном центре сделали больше 60 тысяч операций. На ноги поставили 62 тысячи пациентов. Здесь используют современные реабилитационные технологии, которые позволяют максимально бережно относиться к человеческому организму, проводить щадящие операции. За квалифицированной помощью травматолога ортопедического профиля в Чуваксарах приезжают из 55 регионов страны, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Практически каждый второй пациент лечится по государственным квотам. Для реабилитационного лечения в этом году начнут возводить новый корпус. В этом году с помощью правительства Российской Федерации Вереньки Игоревна Скорцевой начинаем практически строить уже реабилитационный центр стоимостью почти 350 миллионов рублей. И в следующем, в 2020 году этот объект будет введен в эксплуатацию. Сегодня коллектив центра насчитывает более 500 сотрудников. Светлана Егорова работает операционной сестрой с 2011 года. Самое сложное, наверное, необычное, это когда во время операции что-то меняется, ход операции, какие-то операции усложняются. А ты, как медсестра, должна понять своего доктора, считать его мысли и сделать все необходимое, чтобы операция прошла гладко и успешно. Одна из главных задач центра – развитие малоинвазивных и костесберегающих техник лечения. За 10 лет опубликовано более 300 научных трудов. Результаты исследований специалисты представляют и на международных, российских и региональных конференциях и симпозиумах. В теплицах Чувашии началась резка главных вестников весны – тюльпанов. К 8 марта разноцветные бутоны поступят в магазины и киоски в увеличенном объеме. А вот жителям Цивильска далеко за букетами ехать не придется. Там в одном из агрохолдингов Чувашии выращивают тюльпаны разных сортов. В царстве весны побывала Ирина Волкова. Круглые годы у нас весна. Как очень хорошо у нас работает. Коллектив очень хороший. Все друг друга понимаем, уважаем и шутим. Как тут не радоваться, когда с заснеженных улиц попадаешь в плюс 15. Вокруг буйство красок и царство зеленого цвета. Каждый год, каждый раз – это для меня как праздник. Вот сегодня ночи пошли тюльпаны, они пройдут. Потом сейчас пойдет рассада. Все цикл за циклом. Чтобы красота вовремя зацвела, луковицы сажают еще в октябре. Два месяца они укореняются и дают росток в холодильнике. И только после отправляются в теплицу, где при влажности 70% и ежедневном поливе крепнут и вытягиваются. Мы собираем только эти желтые тюльпаны, созрели, которые зеленые не собираем. А сколько они еще будут стоять за ним? А скоро, через 2-3 дня они уже созреют. Полностью импортозамещением это дело, конечно, не назовешь. Луковицы родом из Голландии. Их закупочная стоимость, как и сам процесс выращивания в этом году, подорожали. Покупателю букет, соответственно, тоже обойдется по другой цене. Самые востребованные цветы – это красные, желтые, белые. Ну, которые же ранние, первые собрали, они, конечно, уходят. Там на 2-3 февраля, ну, на 2-3 февраля уже мало это будет. Вот на 14 февраля, потом, ну, вот на 8 марта, там уж немножко зареализуем. У нас двоих магазинов есть, там мы их реализуем. Цветут тюльпаны уже в холодильнике. При температуре плюс 5 они могут храниться до месяца. И интересный факт – при этом они продолжают расти. Это заметно по отдельным вытянувшимся цветочкам, ведь упаковывают их точно по размеру. Кстати, специалисты советуют брать еще не распустившиеся бутоны и ставить их в холодную, лучше талую воду. Такой букет распустится на ваших глазах и простоит больше недели. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Сегодня в Красноярске на Всемирной зимней универсиаде 2019 в рамках соревнований по биатлону разыграны медали мужской индивидуальной гонки на 20 километров. В топ-10 сильнейших студентов биатлонистов планеты вошел уроженец Чуваши Алексей Петров, финишировавший восьмым. Алексей студент Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. С этого года свое спортивное мастерство оттачивает в Республике Башкортостан. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова